всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад позиции вы видите перед собой как обычно тайм-коды есть чем вы себя наполняете на уровне эмоций на уровне вашего ума и на уровне вашего тела а потом мы посмотрим какое есть взаимодействие и как вот эти три уровня вас влияют возможно на ваше состояние души и либо вообще на вас в общем целом как эти части проявляются работать будем сегодня на классике райдера давайте приступим отодвигаете две позиции позиция номер один чем вы наполняете себя на уровне интеллекта мыслями о каком-то движении либо уходе от чего-то либо наоборот движение дальше но то куда вы идете пока у вас нету четкого определения есть просто некий такой некое внутреннее какое-то ощущение того что вот вам нужно идти в этом направлении то есть куда конкретно вы идете вы не знаете но в общих чертах так расплывчато возможно интуитивно вы понимаете что вот вам нужно двигаться в том направлении в котором вы идете но при этом вы четко даете себе отчет в том что впереди возможно столкнетесь с какими-то трудностями сложностями то есть вы изначально себя как будто бы программируете на то что будет нелегко будет не совсем просто но желание двигаться вперед она есть то есть вы где-то не интуитивно понимаете что вот вам нужно идти дальше о чем эти мысли движения и выпадает дьявол возможно здесь кто-то действительно хочет уйти от того что его сдерживает то от чего ему так скажем не совсем хорошо то есть человек понимает что где-то он возможно застрял где-то он возможно залип и здесь вот скорее всего хотелось бы выйти здесь как будто бы больше вырваться 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 на другой возможно уровень либо другой образ жизни либо есть какие-то желания которые для вас как-то очень сильно важны вы им придаете большую значимость и хотите вот получить их и это является мотиватором достижение того что вы получите если исполнится ваше желание то есть вот это желание она как будто бы вас сведет здесь не простое желание как будто бы я не знаю там элементарно купить какую-то новую колоду дорог вот либо куда-то съездить в отпуск здесь не про это здесь желание какое-то очень-очень важное для вас что это за желание может быть желание которое поможет вам как-то дальше развиваться дальше двигаться по жизни возможно это какие-то навыки да то есть кто-то хочет чему-то обучиться либо кто-то ищет возможно какую-то помощь поддержку со стороны в плане неких таких подсказок которые помогли бы вам прийти к тому что я хочу либо вообще какая-то помощь то есть ваши мысли ощущение того что они направлены как раз таки на ваше дальнейшее развитие либо ваше дальнейшее движение по жизни причем это не мысли а бытовой какой-то рутине а это мысли именно то что поможет вам стать лучше улучшить ваше качество жизни возможно образ жизни возможно здесь даже какие-то мысли вы хотите изменить какие-то установки изменить но однозначно посыл здесь на лучшую жизнь чем-то которая есть на данном этапе вот этими мыслями вы заполняете сейчас себя какими эмоциями вы сейчас себя наполняете ну на самом деле эмоции это не совсем эмоции если бы я бы сказала что эмоции они скорее всего является как следствием ваших мыслей потому что здесь акцент направлен на профессиональную сферу вот именно на достижение того что я уже описывала выше здесь вы как будто бы наполняете себя эмоциями здесь даже не про неуверенность а не некая такая неопределенность я бы так сказала то есть по луне чувство что я не совсем понимаю есть вот это вот желание до внутренне о котором я говорила вы как будто бы знаете поставили себе цель и вот ощущение того что я готов работать над этим вкладывается в это сколько времени мне необходимо будет вот прям строить строить делать какое-то такое упорство здесь присутствует но пока внутренние ощущения эмоции больше неуверенность я бы так сказала либо непонимание но непонимание это все-таки промыслительный процесс а здесь вот это вот внутреннее ощущение что я хочу но я не знаю как я это получу вот здесь про это нету нету ясности нету конкретики есть какие-то оглядки на прошлое влияние этого прошлого они не придают вам уверенности вот здесь такие какие-то ощущения я спросила может быть и здесь страхи и полуне нет здесь страхов нет выпадает пятерка мечей здесь скорее всего какие-то возможно претензии к себе есть либо какие-то осуждения что почему возможно я не делаю то есть здесь требование больше к себе ощущение того что вот вы как будто бы себя стараетесь самостоятельно замотивировать на то что вот вам нужно туда вы может не совсем понимаете для чего но вот именно вам куда-то нужно уйти идти либо откуда-то надо уйти то есть вот здесь нету четкого просто греческое слово крутится в голове асафи нету нет какой-то вот прозрачности да что-то такое мутное вот как какой-то этой мутью вы наполняете себя своим свои эмоции что у вас на уровне тела чем вы питаете свое тело чем она наполнена шестерка мечей шут и король пендагли хочется ощущение того что вот вам как будто бы хочется куда-то сходить что-то сделать до какие-то действия совершить но возможно мы как-то заботитесь сейчас о своем теле то есть вопросы здоровья они для вас актуальны по королю пендагли вы как будто бы знаете свое тело питаете какими-то обновлениями а то есть возможно какие-то какую-то информацию получаете по поводу того как можно улучшить свое состояние физическое состояние то есть это может быть я не знаю спросит лишний вес либо интересуетесь какими-то добавками до которые помогут прийти вам как-то в равновесие может быть интересуетесь знаете вот японской медициной нетрадиционной медицины то есть то что помогает вас привести ваше тело в некий такой баланс и гармонию то есть вы очень активно сейчас стараетесь заняться обновлением то есть это даже если для женщин то это может быть элементарный уход за собой как-то вот не в плане косметологии до чтобы там вот краситься как-то нет а наоборот в плане я бы сказала если делать какие-то уколы то те которые как-то будет улучшать качество кожи здесь не про ботокс здесь не про красоту а здесь именно про здоровую какую-то вот кожу что-то такое причем это не совсем традиционная не знаю может быть травы используйте может быть кто-то лед прикладывает ну к лицу чтобы вот оно было свежим либо используете какие-то растительные как они называются ну шампуни либо мыло то есть вот не не то что химия которая продается а вот именно по кролю пендакли все что связано с природой и здесь вот ощущение того что я хочу как будто бы стабильное здоровье но вот стабильное в плане чтобы мне было хорошо и комфортно в моем теле то здесь нет такого что вам надо обязательно там сбросить 10-20 килограмм здесь ощущение того что вот в каком теле мне хорошо жить здесь вот идет полное обновление и вот это вот обновление она идет какое-то такое знаете новаторская это не то что вот пойдете к врачу врач скажу ну давай попей витаминчик в даже если витамины то вы предпочтете например искать эти витамины либо в растительном мире через какие-то заваривания травы отвары либо из каких-то свежих продуктов то есть если допустим вы раньше покупали там я не знаю в суперах либо в магазинах то сейчас возможно вы будете как будто бы покупать там же но это как какие-то эко продукты либо по возможности искать где есть рынок с настоящим и что-то и что-то здесь такое но и подход какой-то может быть в интернете тоже много информации ищите об этом я бы не видел я не скорее всего я не вижу здесь как какие-то физические нагрузки в плане спорта то есть такие сильные я вижу физические нагрузки в плане просто движение это движение это может быть пешей прогулки это может быть такое плавное движение там тайти например да японская гетто гимнастика либо элементарная простая какая-нибудь гимнастика либо гимнастика союзного времени да вот утреннюю гимнастику которые делали в школах там перед началом обучения зарядка простая либо что-то вот хочется сказать от каких-то русских даже не русских а советских советских каких-то ученых вот знаете может быть как космическая подготовка вот мне здесь тоже идет такое вот как космонавта подготавливали что-то здесь не совсем обычно это не то что пошел спортзал и потягал там это тяжесть и все не здесь не вообще не про контур не про культуризм здесь как я уже сказала что то что достаточно легко идет то есть даже если вы не склонны к физическим каким-то упражнениям здесь это вы сможете сделать но здесь не про йогу здесь не про растяжки здесь нет здесь не про это здесь какое-то движение но оно такое комфортное вы как будто бы прислушиваетесь к своему телу так взаимодействие этого всего да как насколько взаимодействует ваш ментальный эмоциональный и физический план я могу сказать что да но первично все идет от от мыслительного плана от ментального от вашего интеллекта то есть первично как будто бы ваши мысли под ваши мысли подстраивается ваши эмоции и здесь хочется как будто вы знаете поработать немножко с эмоциональным плана мне очень нравится физический план то как вы взаимодействуете с телом и он хорошо напрямую влияет и взаимодействует на ментальный план то есть вот это вот желание пойти в новое что-то во что-то качественного что-то лучшее и она на физическом плане вот эти вот ваши мысли они как разки проявляются в то что вы как-то хочется сказать реконструируете свое тело как будто бы даете команду и вот физический план в данном случае тело она как будто бы подстраивается под ваши мысли но здесь немножечко у меня идет по ощущениям некая такая дисгармония в вашем эмоциональном плане почему вот почему хочу спросить почему не идет такая здесь вот ощущение того что по семерке кубков что как будто бы вы знаете то ли здесь нехваток каких-то эмоций вот вы как будто вы не не насыщаете себя эмоционально то есть по идее мысли прекрасные действия и тело все прекрасно и должно было ну чисто логически быть вот это вот эмоциональном плане ощущение того что я получаю удовлетворение то есть мне хорошо мне нравится есть работаю над своим тем то есть мне с этим хорошо мысли у меня достаточно позитивны но вот из-за того что возможно есть вот этот вот дьявол мыслительном плане который дает вам некую такую одержимость и зацикленность и она как будто бы эта мысль она не дает вам расслабиться то есть ощущение того что я хочу получить это любой ценой и вот здесь вот как будто бы нету этого расслабления отсюда нету получения удовлетворения нету некой такой расслабленности то есть я иду я двигаюсь в приятном удобном для меня ритме я от этого получаю удовольствие здесь вот как будто бы этого удовольствия как раз таки и нету не хватает по семерке кубков вот каких-то мечтаний фантазий и вам это не дает как раз таки по восьмерке мечей именно вот этот вот ваш ментальный план вот этот дьявол вашей голове он как будто бы не разрешает не дает возможности колесо фортуны прокрутиться в позитивное русло то чтобы вас наполнила но наполнил в каком смысле когда вы не столько одержимы вот в расслабленности находитесь это расслабленность она помогает вам центрироваться и тогда вы сможете себя лучше чувствовать вы сможете себя ощущать а сейчас как будто бы вы идете больше от головы и тело конечно же подстраивается да потому что ум дает команду телу что делать и с этим хорошо но вот вот эти вот команды они как будто бы немножечко но серьезные хочется сказать они даже не жесткие они серьезные они немножко напрягают и поэтому вот эмоциональный план он как будто бы здесь зажат нету расслабление выпадает король мечей в подтверждение моих слов что есть больше ориентир как-то на на ум на создание необходимых вам программ вот нету единения здесь если бы мы говорили о вашей душе да то вот как будто бы нету единения нету целостности что можно сделать здесь для того чтобы вот эту связь выровнять аркан силы и семерка педакли я бы сказала знаете распределять свои силы как-то вот на долгосрочную основу то есть не сливать свою энергию что я хочу получить здесь и сейчас вот это вот дьявол эта программа а скорее всего позволить себе получить то что вы хотите немножечко на долгосрочной основе то есть снять градус значимости вашего желания не то что я хочу это сейчас а растяните это во времени с одной стороны это будет хорошо потому что это будет давать вам долгосрочную какое-то ощущение удовольствия да то есть чем дальше мы оттягиваем получение этого желания то есть насладитесь как будто бы процессом нет не результатом вашего желания а именно процессом путем к которому вы идете для получения своих желаний вот если вы вот этот процесс наполните растяните во времени по семерке педакли вы не будете сливать то есть столько энергии в эту одержимость как-то вот будете распределять равномерно очень гармонично свою свои силы своей энергии и тогда вам будет намного проще вы расслабитесь тогда вот это вот луна и рыцарь мечей что здесь был на эмоции он поменяется луне станет более комфортно возможно появится солнце да то есть станет более понятно куда я иду каким образом я иду и это расслабит и воруси мечей он возможно сменится допустим на рыцаря кубков либо на рыцарь жезлов да то есть на искла на желание но не одержимость вот здесь про это насколько в общем вот весь все ваши уровни все ваши слои гармоничны хочется спросить на данный момент ну в общем десятка кубков и король жезлов и король кубков я в общем очень очень даже позитивно хочется сказать и очень даже гармонично тем более два короля выпали а стихия огня и стихия воды да то что в принципе нас изображено в аркане умеренности то есть присутствует такая гармония желание развиваться желание жить желание достигать чего-то и при этом наполняться эмоционально по королю кубков и вот это вот вот это весь симбиоз он дает вам десятку кубков на полностью ощущения счастья поэтому немножечко вот пересмотрите то что я сказала свой эмоциональный план потому что вам не хватает удовольствие наслаждение а я объяснила почему насколько вот дьявол здесь влияет на эту ситуацию и все будет замечательно я могу сказать что здесь можно как будто бы знаете вот добиться вот этой вот гармонии который многие из нас стремятся когда внутри есть удовлетворение и снаружи мы замечаем это удовлетворение вот этот вот союз и таким образом мы ощущаем себя счастливым человеком то есть здесь в принципе все хорошо немножечко над эмоциями надо поработать наверное я опять положу эти карты в колоду просто думал оставить или нет наверно опять положу так позиция номер 2 красный камешек двоечки смотрим вас чем вы себя питаете чем вы себя наполняете чем наполняете себя кстати у меня есть расклад на канале смотрите плейлистах по поводу опять-таки тела души и ума если я найду его 10 день в подсказках выложу почему-то для вас не захотелось это так чем вы наполняете свой ум семерка мечей а хитрость хитрость спрашиваю с чем связана эта хитрость попадает аркан влюбленных и аркан умеренности обожаю вы это хитрость чем связано о каком-то выборе вы сейчас заботитесь да как-то вот не то чтобы тревожитесь а вот вы находитесь в каком-то таком состоянии когда проводите некий такой анализ анализ ситуации хотите в чем-то определиться и в данном случае определиться как раз таки по аркану повешенного в том в какой-то ситуации которая не развивается то есть сейчас происходит некая такая остановка в чем-то и вот вы делаете анализ но здесь в этом анализе есть некая такая хитрость то есть вы как будто бы стараетесь сами себе объяснить логически почему я не двигаюсь дальше либо почему я не выбираю что-то то есть почему я что-то не делаю и как-то вот вы себе это объясняете но искренне в душе вы понимаете истинную причину на какую-то бы сами себя обманывайте в том что это не так а я сейчас как будто бы что-то ничего не делаю потому что я хочу понять либо я хочу в чем-то разобраться но вот в этом и есть обман то есть на самом деле как будто бы вы не хотите разобраться у меня ощущение того что вы просто не хотите делать то что вы понимаете сами для себя что вам это нужно сделать а почему почему аркан силы и пятерка мечей знаете здесь ощущение того что вы как будто бы не хотите прикладывать усилий хотите чтобы возможно то что вам необходимо чтобы вы получили намного проще чем того требует тот путь который здесь вам нужно будет пройти почему потому что возможно вы столкнетесь здесь либо с какой-то конкуренции либо с людьми которые ну возможно сильнее вас то есть здесь ощущение того что вы как будто бы себя программируете на на проигрыш до изначально то есть вы как будто бы не верите что вы выиграете в этой ситуации и поэтому вы не двигайтесь вперед чтобы себе как-то объяснить свое бездействие вы своей голове придумываете какие-то идеи что возможно вам сейчас не надо возможно я хочу все поступить как-то правильно да хочу обдумать эту ситуацию со всех сторон и только после этого двигаться на самом деле вас немножко пугает трудности с которыми вы столкнетесь эти трудности они связаны напрямую с другими людьми что здесь с людьми связано знаете вот тут такое чувство что вы как будто бы сами себе говорите о том что ну я как будто бы я не некомпетентной в этой теме то есть вы себя как будто бы сравниваете с людьми которые может быть у них больше опыта может быть у них больше каких-то навыков и знаний то есть вы себя сравниваете не с равными вам людьми и вот этот страх двигаться дальше вы как будто бы знаете я не знаю к примеру хотите открыть какой-то свой канал таро например на ютюбе и вы понимаете что есть люди которые ну раньше вас начали вот так скажу просто да то есть на 5 лет на 10 лет и безусловно они являются для вас некими конкурентами потому что ну вы же в одном пространстве будете да у вас одна общая какая-то тематика связаны посредственно старо и конечно же если выбирать их и вас да то большинство людей будет выбирать их потому что у них больше опыта у них больше практики у них больше знаний но это не должно вас как-то останавливать от того что я не буду начинать потому что эти люди они тоже ведь когда-то с чего-то начинали то есть здесь просто вопрос времени а вы сравнивая себя вот именно с этими людьми вы как будто бы ну отрезаете самостоятельно себе крылья то есть обрека обре обречен как это правильно обрекаете себя нет как-то по-другому это слово сейчас не могу вспомнить становитесь обреченными да что вот изначально как будто бы не получится и вы понимаете что ну блин я же себя обманываю да я хочу но как-то вот придумываете себе того на что хочется сказать вообще заморачиваться не нужно здесь это связано непосредственно с какой-то вашей внутренней неуверенностью не в плане того что нужно вам это или нет то о чем вы думаете в плане вашей внутренней просто самооценки что возможно вы такой человек у вас такой характер сомневаться здесь просто необходима какая-то внутренняя поддержка да и некая такая мотивация вообще вам необходимы люди которые смогли бы вас поддерживать так смотрим что чем вы себя питаете на эмоциональном плане вот почему я не люблю оставлять карты потому что карты выходят ну примерно одни и те же и получается что как будто бы продолжение одной позиции выпала 5-8 пендакли такая же как и в первой позиции а здесь опять таки знаете вот как какие у вас мысли такие у вас эмоции да вот это вот показатель что на самом деле в человеке все взаимосвязано выпала восьмерка педакли колесничий и аркан отшельника какие у вас эмоции противоречивые эмоции с одной стороны вы хотите двигаться с вы хотите постигать этот мир вы хотите прям что-то попробовать внутри себя как-то что-то новое увидеть быть каким-то знаете таким победителем есть вот потребность этого движения дальнейшего и вы безусловно по восьмерке пендакли вы готовы трудиться вы готовы вкладываться в это то есть вот на эмоциях есть такое но вот этот вот отшельник у меня в голове идет волшебник вот этот вот ваш внутренний волшебник он как будто бы пересекается с аркадом влюбленных да давай-ка я проанализирую может быть ты еще не достаточно готов и может быть ты еще не совсем определился а это действительно твое или нет то здесь вопросы как разки непосредственно связаны с самооценкой то есть хорошо когда мы уходим в отшельника для того чтобы что-то порефлексировать в ваше рефлексирование это убегание это убегание от принятия решения и за и взятие ответственности да то есть вот я неоднократно говорила что здесь по двойкам как будто бы вам нужно пересмотреть вот этот вот вашу неуверенность да в плане выбора это вот хочется сказать что это как будто бы ваш урок по жизни то то как вы относитесь к ошибкам смотрите на них не как я что-то сделала неправильно а скорее всего как инструкцию к тому как больше делать не надо то есть вам надо здесь пересмотреть вот этот вот подход в плане ошибок почему потому что в некой степени здесь проскальзывает вот это вот гордыня да что я не хочу ошибаться почему потому что мне больно так вот гордыни здесь проходит в плане того что не ошибается только тот кто ничего не делает все остальные даже успешные люди они все ошибаются и вы это понимаете поэтому вопрос ошибок он здесь должен быть как-то пересмотрен потому что это вот за такой знаете кажется ну вот я не хочу боли я не хочу разочарования и казалось бы это такое няшное но это же такое естественное но какая тут гордыня ты гордыни в этом и состоит чтобы научиться проявлять себя научиться заявлять о том что вы хотите и пускай это будет сопровождаться неким таким отказом здесь вот ощущение того что я не готов слышать отказ так отказ это не вам как личности да здесь вот это вот ощущение что вы все принимаете на на свой счет отказ возможно не вам как личности не вашей душе отказ который вы получаете возможно ваши компетенции не соответствуют допустим тем требованиям да когда вы идете на устраиваться на работу то есть компания просто не подходит не вы как личность они вас и знать не знают они подходят просто какие-то ваши я не знаю качество может быть ваш возраст просто не подходит может быть ваши навыки не подходит потому что есть люди которые ну чуть больше успешны это не говорит о том что вы плохой человек здесь вот это вот ваша ранимость вот это вот ваша чувствительность это вы себе причиняете эту боль не другие люди вам ее дают я это вы ее себе сами причиняете вот в этом есть это гордыня вот с этим вам нужно поработать поэтому здесь чем вы наполняетесь эмоционально наполняете себя вот знаете шаг вперед два назад шаг вперед два назад этот маятник и не туда и не сюда и вы понимаете что время-то проходит и да я вроде бы готов и желание есть но вот я ничего не делал так сделайте это просто на каком-то более мелком масштабе да то есть когда вы например поднимаетесь в гору если вы будете смотреть на верхние вершины вам будет казаться что невозможно достичь это вершина это очень высоко это очень трудно это очень далеко а когда вы смотрите под ноги и просто сдете вот вы смотрите шаг сделали пошли дальше под ноги смотрите через какой-то период времени вы замечаете что вы достигли эту вершину но когда вы смотрите на эту вершину то вы как раз таки будете видеть в ней этот негатив что мне это не по зубам а на самом деле по зубам надо просто совершать какие-то действия то есть неуверенность в мыслях она отображается у вас на эмоциях чем вы наполняете свое физическое тело туз кубков справедливости паш жезлов чем вы наполняете свое тело вы знаете вот здесь вот так же проходится вот это этот маятник да по аркану справедливости вроде бы вы в теле хотите как-то выровнять свой физический план но с одной стороны получается так что я хочу как-то вот что-то сделать для своего тела чтобы меня удовлетворяла чтобы меня наполняла чтобы меня радовало чтобы меня как-то это наслаждало а с другой стороны вот это неуверенность папажу жезлов а я вроде бы хочу я готов это делать для себя но вот я как будто бы не уверен здесь проскальзывает опять это неуверенность опять эти сомнения именно в плане действий то есть то что я хочу для себя я знаю то что хочет мое тело я знаю я как будто бы не уверен не уверен плане того что я смогу это дать здесь ощущение того что допустим вот если вы хотели сходить там на массаж до либо в баньку элементарно попариться дать наслаждение наполнить свое тело водой то есть вот этими состояниями и эмоциями и вроде бы хорошо но вот это вот по жезлов а я как будто бы не знаю а как мне есть как позвонить там ближайшую баню и договориться об этой встрече либо там например хочу сказать на массаж а я не знаю а где есть вот эти центры где ну самый лучший массаж например а вот здесь такое ощущение что вы как будто бы показываете свое неумение но неумение она от недостатка опыта а опыт появляется только тогда когда вы совершаете действия здесь получается да у меня также вот как в эмоции да там была восьмерка педакли а здесь аркан справедливости я хочу выровнять я хочу быть сбалансирована в своем теле да я хочу наполнить и дать покрыть все потребности физические телесные которые у меня есть но я как будто бы знаете не знаю как мне это сделать я как будто бы не знаю с чего начать вот здесь вот общее то чего вы наполняет чем вы наполняете сейчас на данный момент завтра может и все поменяться на данный момент когда вы смотрите этот расклад это связано как раз таки вот с этой не уверенностью это черта вашего характера и она идет вот как раз таки от ваших мыслей не от состояния то есть ваши мысли они как будто бы настраивают все остальное в том числе ваше тело и в том числе ваше ваши вот эти вот эмоции что вам здесь нужно сделать до чтобы как-то вот сбалансировать себя и стать более решительным не то что уверенным а вот более решительно аркан звезды у вас должно быть настолько большое желание получить что-то что у вас должны отсутствовать полностью сомнения то есть вы свою голову включаете она действует на все остальное как мы уже смотрели только тогда когда то что вы хотите она недостаточно значимое для вас вот здесь когда у вас в жизни появляется то что чем вы горите то что вас очень сильно манит то что вас тянет хочется сказать до умоповрачения да когда вот вас прям голову сносит от этого вот тогда вы знаете как будто бы как одержимый ни на что не обращаете внимание ни на что не смотрите и идете вот именно в том направлении тогда как будто бы у вас отсутствует страхи отсутствует вот это вот полностью неуверенность в себе здесь то что вы хотите знаете не начинайте сомневаться в себе а нужно она мне или нет а посмотрите отклик внутри себя это моё или не моё в очень эмпатичные и вы понимаете если у вас этот отклик или нет то есть если отклика нет просто не делайте не надо себя мучить там моё не моё что-то там анализировать и все такое то есть даже если вот я говорила пример про канал таро то есть вы должны настолько любить карты вы должны настолько ими гореть желать что не делать нету просто вообще никаких шансов то есть неважно я это буду делать на канале либо этого делали дома либо это будет делать на кухне неважно где я без этого не могу вот такие желания они будут вас двигать вперед понимаете тогда вы не будете думать там кто-то меня судят кто-то меня там я не знаю раскритикует либо еще что-то вам будет все равно потому что это вот как знаете ну я не могу не есть да это вот естественная потребность вот ваши желания должны быть такими чтобы для вас это была естественная потребность что как будто бы не сделать шансов вообще никаких нету если вы думаете значит это вам не очень то и нужно вот это вот такая ключевая подсказка насколько вы вообще гармоничны то есть как вот то что я сейчас описала влияет вот на вашу душу давайте так я посмотрю ну вы проходите сейчас урок насколько это влияет это вот урок это этап вашей души потому что выпадает пятерка педакли двойка мечей и рыцарь мечей то есть вот это сейчас некий такой кризисный момент именно вашем развитие когда по пятерке педакли вам показывают вот эту вот вашу как бы так сказать а привычность обыденность ограниченность то что вот мы называем иллюзией что здесь нужно вот как будто бы чтобы эта иллюзия спала вот вы себе представили создали какой-то мир и вот вы в нем живете и вы по сути вы работаете на автомате то есть действие совершаете автоматически мысли совершаете повторные здесь вам предлагается сейчас ваша душа говорит а попробуй сделать единожды то что ты никогда не делал это не плане того что ты ходил направо иди налево нет а в плане того что а посмотри шире тех установок которые есть ну например то что люди говорят условно говоря небо голубое все мы в это верим ну так принято исходя опять-таки из визуальных иллюзий вот и тех программ которые у нас есть в голове а попробуйте представить что небо розовое не в плане представить то есть мы точно голубое небо и розовое а сломать эти шаблоны сломать шаблон и увидишь что небо розовое не потому что мне все говорят а вот у меня такое предчувствие что небо розовое либо небо фиолетовое и увидеть это и вы заметите что на доля секунды если очень долго долго практиковать она станет розовым Потому что то, что небо голубое, это одна из программ. Вот злом вашего мозга здесь как будто бы предполагает как раз таки то, чтобы вы увидели, что то, как вы живете, это программы, которые вы сами себе создали. И пятерка педакли, она говорит о том, что вот эта вот карта нищеты, духовной нищеты, то есть недостаток понимания, что законы управляют, законы природы управляют нами. Вот здесь как раз таки надо пересмотреть вот эти вот глобальные такие понятия, о которых я сейчас рассказала, в вашей бытовой жизни. То есть что вас ограничивает? То, что я сказала по аркану звезды, что вот вам не хватает прям вот этого желания, стремления. Вы привыкли как-то себе создавать программу того, что не получится, ну не получится, либо в какие-то программы сомнения. Любое сомнение, оно идет от головы. И вот двойка мечей вам здесь как раз таки и говорит, что тот урок кризисный, который вы сейчас проходите по пятерке педакли, некой такой нищеты, что вот что-то мне не хватает, что-то, чего-то мне недостаточно в достижении именно вашего желания, то, куда вы хотите пойти. Вот это вот то, что вам что-то не хватает, это и есть некая такая иллюзия и самообман. И если вы погрузитесь в двойку мечей, когда я абстрагируюсь от внешнего мира, у нее глаза закрыты, и я нахожу внутреннее примирение двойка мечей, скрестила, то есть именно на анахате, то есть мое сердце спокойно, я примиряюсь, у меня есть примирение, успокоение, я не делю свой ум на ангелочков и дьяволов, вот тогда ваше внутреннее состояние двойки мечей, концентрация на этом состоянии, то, чтобы прислушать себя, оно поможет вам двинуться, совершить вот этот некий такой прорыв по рыцарю мечей. Вы увидите, куда вам нужно действовать, куда вам нужно двигаться. То есть сейчас у вас просто идет урок, и может быть он идет и давно, потому что аркан влюбленных все-таки ощущение того, что это одно из ваших свойств постоянно сомневаться в том, что, а куда мне идти? Вот здесь как раз-таки об этом вам хочет сказать душа. найти внутреннее какое-то примирение. Так, это была вторая позиция, и здесь я и оставлю эти карты. И мы с вами переходим к позиции номер три, зеленому камешку. И такое ощущение, что двоечкам, наверное, и надо было, некоторые нужны были некоторые арканы из первой позиции. Вот. Знаете, как я это понимаю? Я думаю, когда делаю то, что мне не свойственно, в принципе. Ладно, троечки. Чем вы себя наполняете ментально? Ментально на данном этапе. Четверка жезлов и маг. Вот вы себя сейчас наполняете, и мысли ваши идут о том, как бы что-то стабилизировать, да? Либо, возможно, здесь идут какие-то мысли по поводу недвижимости, либо по поводу того, как вот переехать куда-то, может быть, я не знаю, поехать на дачу, например, либо как-то на природу поехать, либо куда-то в отпуск, либо съездить куда-то к друзьям, на какой-то, возможно, праздник. Да, либо недвижимость, вот то, что связано со вторым домом. Здесь про это. Либо здесь решаете какие-то задачи, связанные с тем, что я озвучила ранее. Спрашиваю, о чем здесь еще может быть маг, и выпадает семерка жезлов и королева жезлов. То есть жезловая такая масть. Вообще, мне кажется, тройкам очень свойственна. Жезловая масть, огонь. О чем думаете? О том, что здесь вы как будто бы, знаете, закрываетесь как-то от своего развития. И вы об этом думаете сейчас, что, возможно, вы способны на что-то большее, но сейчас я, вы как будто бы видите, да, что сейчас вам препятствует в вашем дальнейшем каком-то развитии. То есть почему вы не растете? У вас есть четкое видение точки Б, куда вы хотите прийти, но у вас нету понимания, почему вы до сих пор не там. То есть вот чувствуете свой потенциал и свои возможности. но по каким-то вам известным причинам вы от этого как будто бы закрываетесь. То есть вы знаете, вы отвернуты от этого желания. Вы даже внутри... внутри себя как будто бы вот вы понимаете, что это... что вам туда надо, но вы не можете понять, почему у вас не получается быть там. И вот вы как будто бы сражаетесь, то есть ваша энергия не направлена на то, чтобы получить то, что вы хотите, вот эту вот королеву жезлов, да, в точке Б, а вы как будто бы сражаетесь со следствиями того выбора, который вы сделали когда-то давно. То есть вы сейчас занимаетесь тем, что устраняете результаты своего какого-то прошлого выбора. То есть вместо того, чтобы быть в точке Б, вам кажется, что вот если я вот это решу, то, что когда-то вы выбрали, то потом я смогу как-то развернуться и пойти в точку Б. А на самом деле вы просто откладываете таким образом реализацию себя вот именно в точке А, в точке Б, куда вы хотите прийти по королеве жезлов. И вот здесь сейчас как раз-таки такой этап, когда вы об этом, обо всем думаете. Если вы хотели как-то развиваться, то вы понимаете, что с вашим опытом, с вашей базой вы уже давно должны были быть, ну, условно говоря, мастером. А вы почему-то до сих пор не являетесь этим мастером. И вот здесь вот у вас возникает вот этот вот вопрос. А почему я не являюсь мастером? И решение для себя вы объясняете тем, что вот мне надо устранить какие-то препятствия, и вот только тогда я смогу туда пойти. Вот об этом как-то вы думаете. Что это за препятствие? Аркан солнца. Ну, здесь, может быть, это связано с финансами. Один из вопросов, что вот как будто бы я должен решить этот финансовый вопрос, а потом я смогу как-то двигаться дальше. Либо вы решаете, каким образом сейчас обнулиться, что-то начать здесь заново. Причем, знаете здесь, что может быть? Как приумножить то, что вы уже имеете? Здесь вот мысли такие. То есть, как возможно зарабатывать больше. Вы как-то думаете о расширении. Но вот это вот расширение, оно, скорее всего, и связано с королевой жезлов. Оно, потому что попадает императрица, да, какие-то вот ваши желания здесь есть. Но это расширение, оно пока как будто бы невозможно. Здесь, знаете, такое чувство, что я хочу получить больше, но при этом я боюсь как будто бы рисковать. Вот я хочу, с одной стороны, удержать по четверке пендаклей то, что я уже имею. И при этом я хочу как-то пойти в новое и расшириться. И здесь вот такое понимание, что надо отпустить вот это прошлое, чтобы вам дали намного больше того, что вы хотите. А вы не хотите отпускать прошлое, вы хотите это иметь и иметь еще что-то сверху. А вот такое ощущение, что вот это то, что вы имеете, и то, что должно прийти вам сверху, то, что вы хотите, оно не состыковывается. Знаете, вот как будто бы я хочу стабильность, но при этом я и хочу как-то развиваться. И здесь получается, что когда ты развиваешься, ты так или иначе рискуешь. А риск и стабильность, они несовместимы. И вот здесь какая-то такая несостыковка. И вы хотите придумать какой-то такой способ, чтобы, как говорится, остаться при своих, ничего не проиграть, и при этом, чтобы риск, он был какой-то оправданный, с какой-то вот гарантией какой-то. Такой очень, знаете, маневр оригинальный, ну, как магу, вам это свойственно, потому что вы эрудированный человек, интеллект, у вас хорошо работает ум, маг это может. Но вот у меня такое чувство, что как-то вот вы усложняете вот эту вот всю ситуацию. Можно как-то намного проще к ней прийти. Но проще вам неинтереснее. Ну, потому что у вас же есть умение, вот это вот умение решать задачи, да, уметь придумывать. Плюс ко всему по магу есть еще это предвидение, да, то есть вы можете видеть последствия. Ну, вот здесь какая-то такая, знаете, заманушка интересная, но вы как будто бы, не знаю, заморачиваетесь. У меня такое ощущение, что вы как будто бы такой, знаете, серьезный человек, думаете, как это. Вот, а на самом деле, ну, то есть вам просто кольфово, когда вы заморачиваетесь. Даже не столь, безусловно, вот что здесь про развитие говорила, оно важно для вас, да, нельзя сказать, нельзя обесценить его и сказать, что нет, это не важно, это важно. Но мне кажется, чуточку важнее для вас вот этот сам мыслительный процесс. Вот он вам как будто бы очень нравится. Чем вы наполняете себя эмоционально? Ну, в третьем варианте хоть эмоции появились. Значит, королева кубков, тройка жезлов и шестерка кубков. Чем вы себя наполняете эмоционально? Ну, вы наполняете себя разными здесь эмоциями. Кто-то, возможно, вспоминает действительно прошлое, как у шестерки кубков и королеве кубков. Кто-то здесь... Знаете, ощущение того, что вы как будто бы хотите, не хотите, а вы черпаете какие-то эмоции из вашего прошлого, то, что у вас было, они вас как-то наполняют и являются таким толчком для дальнейшего движения. Если первые две позиции, возможно, хотели идти в будущее, то вы не хотите идти в будущее. Вы хотите приумножить, расширить. Здесь не про вертикальное развитие, а здесь именно, знаете, как император, захватить большие какие-то границы, захватить большие земли. Здесь что-то такое. Расширить свои владения. Было три грядки, хочу, чтобы было пять грядок. Да, вот как-то побольше. Причем, знаете, я это не случайно сказала, возможно, кто-то и думает над тем, как бы, кто-то строит здесь, это как называется, пристройку к дому. Что такое? Как будто бы жилплощадь расширяет. Здесь тоже может быть такое. Эмоции. Вы наполняетесь из прошлого, берете какие-то свои эмоции и стараете их как-то вот приумножить, расширить. Не совсем понимаю, как можно расширить эмоции. А, с помощью того, что вы наполняете себя эмоционально через восьмерку мечей. То есть, когда вы убираете вот эти вот все преграды, над которыми вы думали, да, по магу и то, что я говорила, вы закрывались. Вот это вот, когда разбираетесь с тем, что у вас на чердаке там все завалено, это высвобождает какое-то место. И вот это вот дополнительное место, оно дает вам дополнительный прилив энергии. То есть, ощущение того, что когда вот вы что-то завершаете, допустим, у вас куча дел, 10 пунктов, которые надо сделать. Вот вы сделали 3 из этих 10 пунктов в своем списке, и как будто бы энергия высвобождается. То есть, об этом больше не надо думать, и это меня наполняет. Это приносит мне вот какое-то облегчение. И вот это вот облегчение, это и есть какое-то удовольствие для вас. То есть, ваши мысли, как я говорила по предыдущим позициям, они вот напрямую влияют на ваш эмоциональный фон. Это у меня такое чувство, что, знаете, затеяли какую-то генеральную уборку, и вот вы убираетесь уже вечером, а с утра начали, вечером на дворе, и вот вы знаете, как бы так завершили, так это вытерли под руку, уф, теперь можно и чайку попить, либо чего-нибудь там, квасика какого-нибудь холодненького. Вот так, знаете, выдохнули, и хорошо. Да, есть физическая усталость, но вот при этом я сделала работу, причем большую работу, вот я это вижу. И у меня нету эмоциональной усталости, потому что вот дело завершено, у меня голова спокойна, вот как будто, вы знаете, успокоение в своей голове, потому что это больше вас не дергает, и это больше не отвлекает вас, и вот от этого у вас идет облегчение, и одновременно какое-то наполнение. Что у вас на физическом плане, в теле? Чем вы наполняете свое тело? Мне кажется, здесь хорошо с телом, потому что выпадает королева пендакли, восьмерка кубков и двойка пендакли. Карты, которые говорят о том, что вот этот вот баланс по двойке пендакли, он у вас в теле присутствует. И вы, безусловно, ухаживаете за своим телом по королеве пендакли, то есть вы не забросили себя. Вот вам нравится вот эта вот забота, она присутствует. И она помогает, как будто бы вам дальше двигаться. Не знаю, может быть, пребывание на свежем воздухе, может быть, какая-то элементарная поддержка в физическом плане своего тела в балансе, там, я не знаю, немножко пройтись, там, может быть, кто-то на велосипеде катается, кто-то, может быть, ролики любит, что-то здесь такое. То есть вы как будто бы свое тело всегда поддерживаете в каком-то движении, то есть здесь нету остановки. И вот это вот движение, которое есть, даже элементарно по дому что-то делаете, вот вы постоянно находитесь в каком-то движении, то есть там занавески надо постирать, новые повесить, окна помыть, вот что-то такая бытовая суета, и она как раз, знаете, как это, движение – это жизнь. Вот здесь не про то, что вы создаете красивое тело, там, как-то накачанное спортивно, нет, здесь не про это. А вот здесь вот какая-то элементарная поддержка через забота, через движение. Вот просто вы совершаете какие-то движения, и это держит вас в тонусе, вот не могла найти слово. То есть здесь ваше тело, оно в тонусе. Вы как-то находите этот баланс внутри себя. Здесь интересный момент. То есть на ментальном уровне вы заморачиваетесь, эмоциональном оно является как будто бы следствие вашего ментального. А тело, оно само по себе. Ощущение того, что вот у вас очень хорошая генетика, если так можно сказать, да, по телу, в плане того, что, возможно, вы не болеете. То есть не болеете, как раз и отсутствие болезни – это показатель гармонии вашей, внутренней гармонии, что вся система ваша, она работает так, как нужно. Да, безусловно, может быть какие-нибудь бои здесь, но, скорее всего, больше через трудоголизм где-то вот перетрудились. Но потенциал, знаете, вот на Руси раньше смотрели таких женщин, чтобы они были, как их называют, недобротные, а вот какие-то, как это слово-то, такие в теле, как показатель того, что она сможет родить здоровое потомство. Вот здесь у меня ощущение того, что вы такие, скажи, как это недобротное, как-то вот слово такое, аналогичное есть, не помню, которое говорит о том, о том, что вы как раз-таки человек, который, ну, мало болеет, мало болеет, очень редко ваша система дает сбой. Но здесь как будто бы ваша генетика, это не ваша заслуга, вы родились таким человеком. Поэтому с телом здесь, вот продолжайте просто дальше двигаться. Когда вот ощущение того, что вы находитесь в движении, вы, нет никаких внутренних застоев, вот все органы работают так, как нужно, вы не тот человек, который сидит на одном месте, вот вы постоянно чем-то заняты. И вот здесь вот тело, оно отдельно от вашей головы. У меня ощущение того, что вы какая-то такая, знаете, многогранная личность в плане, в плане чего, сейчас объясню, очень активный ум, как будто бы у такого, это люди с таким умом, да, они как будто бы мечевые, как правило, они больше ведут сидячий образ жизни, потому что им надо сесть, расслабиться, порефлексировать. А вы при вашем уме, вы очень подвижные в теле. То есть, как правило, люди с вашим типом тела, если так можно сказать, они обычно мало думают, ну, то есть, они больше делают какие-то такие, знаете, инстинктивные какие-то такие, знаете, движения, импульсивные, импульсивные, то есть они как-то вот на импульсах больше, пошел, сделал, а, не получилось, бросил, пошел, другое сделал, и вот в этом всем, вот в этом раздвоении, да, с одной стороны интеллект, и с другой стороны хорошая физическая база, где-то между этим спрятаны ваши эмоции. Но вот ваши эмоции, они как будто бы, не знаю, то ли они глубоко, я, по-моему, когда говорила про геометрические фигуры, я говорила, что вот у вас там этот круг, вот он очень глубоко в вас, вот здесь как будто бы проскальзывает, проскальзывает, но вы живете не на эмоциях, вы тот человек, который, я даже не знаю, на что конкретно вы опираетесь, потому что здесь может быть по обстоятельств, когда-то вы просто можете от ума что-то принять решение и как-то действовать, иногда вы можете как-то вот, ваше тело что-то требует, вы идете по зову своему телу, что вот надо это сделать, я это сделаю. И вот какая-то такая, знаете, теплослойка это как некий сустав, кости и сустав, то есть есть коленная, например, кость, чашечка, и у нее одна кость и другая, вот это вот одна кость, это ваш интеллект, а вторая кость, это ваше физическое тело, и между ними вот эта вот прослойка, вот этот вот хрящик, это и есть вот какие-то ваши эмоции, но это настолько узкая прослойка вашего эмоционального плана, что она как будто бы вообще сама по себе, ну как это, не к месту, я не знаю, как-то так, вы как будто бы вот на эту часть себя, вы не опираетесь, это не значит, что у вас нет интуиции, это просто как будто бы, знаете, какой-то неопознанный объект в вашей жизни, эти эмоции, они являются для вас неким таким средством достижения какой-то цели, но второстепенным, то есть первично вы как-то на интеллект будете опираться, либо на свой ум, и не по необходимости может быть где-то на эмоциях, ну это по необходимости, а эта необходимость очень редко у вас возникает, и поэтому здесь сказать, что вот вы как-то сбалансированный человек, вроде бы и да, и одновременно нет, потому что нету вот этой вот средней прослойки эмоциональной, она не развита, она как будто бы, знаете, вот как, я не знаю, как аппендицит, он вроде бы и есть, и он выполняет какую-то определенную функцию, но есть люди, которые живут с вырезанным аппендицитом, то есть им от этого и неплохо, вот вы, для вас эмоции, вот какой-то такой аппендицит вырезать, ну окей, то есть есть, ну тоже хорошо, что-то такое, насколько вы гармоничный человек, давайте посмотрим, насколько вы гармоничный человек, ну вот и выпал король мечей, как раз который говорит о том, что вы опираетесь больше на интеллект, и луна выпала сразу, да, вот, а с эмоциями у нас непонятно, больше, больше вот все-таки к интеллекту, да, почему, потому что король мечей, он тот человек, который не умеет выражать свои эмоции, эмоции для него, это вот НЛО, неопознанный какой-то объект, это то, что вызывает дикий дискомфорт, потому что сносит крышу, ты не можешь принимать какие-то правильные, верные решения, то есть здесь получается какой-то вот раздрай, я не могу ориентироваться на что-то, когда у меня вот включаются эмоции, здесь что-то такое непонятное, я не говорю о том, что вам надо с этим работать, вопрос был, насколько вы гармоничны, мне кажется, что вот вам здесь комфортно, вот так комфортно, насколько, конечно, это гармонично, не гармонично, потому что все, в принципе, должно быть развито, да, желательно одинаково, но мы все люди, и каждый приспосабливается так, как ему удобно в этой жизни, поэтому сказать, что здесь негармонично я не могу, потому что вы все-таки выживаете же так, и вам так удобно, вам так привычно, вот, поэтому здесь вот с эмоциями немножечко некий такой туман, непонятный, как подпелась песня, да, сиреневый туман, уже что в мою голову входит, а насколько вот такая конструкция вас понятна вашей, в душе, то есть, насколько это все влияет на вашу душу, ну, десятка жезлов, очень тяжело, вам, знаете, вам самим собой, мне хочется сказать, иногда тяжело, а другим людям с вами еще больше, почему, потому что, когда у вас включается, хочется сказать, голова верхние какие-то этажи, вот все вроде бы понятно, и вы становитесь очень требовательным человеком, когда включаются нижние этажи, я имею в виду физика, в абсолютно другой человек, знаете, вот как будто бы рубаха парень, сел, в компании выпили, что-то поговорили, поели, расслабились, все так хорошо, и кажется, боже, то есть, ощущение того, что, когда включается глава, вы как начальник, босс на работе, такой серьезный, вообще к нему не подойти, только на вы, соблюдаете субординацию, там, вот эта вот вся иерархия, все такое, а вот когда включается тело, вот сели, выпили, ну свой же мужик, да, все понятно, да, свой человек, и что ты так это выпендривался, хочется сказать, а вот, когда включаются эмоции, вы становитесь как будто бы маленьким ребенком, я ничего не понимаю, ну вот ничего не понимаю, что со мной происходит, вот какая-то такая, и людям вообще непонятно, как с вами взаимодействовать, когда вы включаете свою крышу, когда вы включаете свой подвал, либо когда вы включаете свое основное помещение, очень сложно, с вами очень сложно, но вы, по Пожоу Педагли, человек, который готов обучаться, человек, который готов что-то менять внутри себя, опять-таки, если вы посчитаете это нужным, человек, который изучает, интересуется, человек, который работает, вот именно над собой на своими ценностями правда очень медленно по семерке пендакли но процесс идет а в чем сложность в сложность вот и спрашиваю вашей душе защищение того что это знаете вот вы мне точно напоминает думаю что здесь за образ рыба рак и нет щука рак и лебедь вот вроде бы они все в упряжке и у них одна цель это движение но вот они движутся в разном направлении и поэтому ваша трудность по шестерке мечей это куда-то вас сдвинуть потому что рыба плывет одном направлении рак другом направлении а лебедь вообще в третьем направлении и вот вот это вот разрыв разрыв поэтому вашей душе управлять вами очень сложно для того чтобы вас куда-то сдвинуть кстати вот если вы задаете вопросом почему я не иду в новое ну вот потому что вам собрать себя надо да вот такое ощущение что вот эти вы знаете 3 субличности которая разговаривает абсолютно на разных языках они друг друга не понимает вам надо хотя бы я не знаю латынь выучить элементарно чтобы договориться с русским с английским там я не знаю и с арабским условно говоря да вот латынь принципе является корнем многих вот этих языков как-то так какой-то общий знаменатель вам здесь необходим вот тогда у меня была и третья позиция а я благодарю вас за внимание хочу пожелать всем хороших выходных удачи вам всем по жизни и и до следующих раскладов всем пока пока